Приветствую дорогие. Ну вот наконец-то и на моей улице случился праздник и у меня наконец-то появился свежий материал, с которым можно работать во всю силу. Да-да, премьера третьего сезона БХМ почему-то жутко не хочется ругать и не искать в ней натянутости, глупости и остальных оленей. Как я уже говорил ранее в обзоре на промо, кажется продюсеры попытались реинкарнировать свою франшизу, увидев кромешный ад, который творился в 7 сезоне основного шоу. Именно поэтому третий сезон начали ровно так, как доктор прописал и это делает его максимально похожим с ранними сезонами ходячих, например с началом 5 во время крушения терминуса. С самого начала шоу берет быка за рога и не томит зрителей пространными диалогами о победе, как это делала когда-то Мишон. Итак, первый кейс и это бывшая военная база или не военная база, но какая-то база, на которую приводят за шкирку наших героев с того самого места, откуда закончился второй сезон. И сразу доставляет то ощущение апокалипсиса, которое получаешь, когда видишь усеянное гниющими трупами поле, сквозь которое ведут семью. Изначально даже кажется, что это те самые тайно пропавшие правительственные военные, о судьбе которых ходят разговоры начиная с премьеры основного шоу в 2010 году. Однако позже выясняется, что это совсем не так. Вместо того, чтобы растягивать подготовку к войне на весь сезон, в БХМ наших героев сразу кидают в страшный подвал, в котором, похоже, проводят эксперименты по отбору человеческой расы. Первая серия сезона отлично демонстрирует, как люди, получая безграничную власть, превращаются в зверей. И мощь этого морального падения в полной мере проявляет новый злодей этой саги Трой. За вроде как благовидной целью исследования самой инфекции они просто убивают людей, несколько отличающихся от основной массы национальностью, цветом кожи или просто возрастом. Они просто хотят узнать, сколько кому потребуется времени для реинкарнации после смерти. Этому тупице понадобилось два выстрела. В нем много жира, чувак. Как можно стрелять в парня в упор и заварить его только с двух выстрелов? А, он здоровый. Я понял. Непонятно только, что они будут делать с этими данными далее. Они перестают поедать жертв спустя какое-то время. Ты знал? Мы обнаружили еще кое-что. Кровь остывает, а они просто теряют интерес. Кейс номер два – это факт того, что в подвале Трэвис неожиданно для себя находит Ника, и тот узнает о скоропостижной потере Криса. В это время меня несколько поразила циничная жестокость, с которой люди трое убивают людей, а потом с какой легкостью и весельем они обсуждают процесс реинкарнации бедняк. Признаться честно, на этом фоне Ниган с его спасителями выглядят верхом гуманизма. Ниган убивает только в целях мести и запугивания, тогда как здесь еще очень молодые палачи буквально под улыбочку расстреливают несчастных. У меня есть небольшая претензия касаемая того, почему жертвы давно не сбунтовались буквально на глазах, видя каких коллег по несчастью расстреливают. Фактически у них были связаны только руки и освободить друг друга они теоретически могли. Вероятно додумался до этого только мужчина, помогший Нику и Трэвису сбежать и сцена разборки в душевой была поистине нервной. Третий кейс и праллельное развитие событий у женской половины семьи, но только уже в гораздо более уютных условиях. Трой отвел почему-то мать и дочь Кларк в отдельное помещение и с ними не обращались как со скотом. Уже позже в разговоре с Трэвисом Трой говорит, что их сейчас обрабатывают. Что это означает на нормальном языке нам никто не разъяснил. А потом был еще один классный момент. Интересно, что люди этой базы нормально не обыскивают вновь прибывших и у Алиши почему-то в сапоге оказался настоящий нож. Мне нравится тот напор, с которым стала обыскивать комнату Мэдисон. Она не стала сидеть сложа руки, она не повелась на смазливую внешность Трое и не проникла с его мягким словам. Ну и конечно же супер эффектным был момент с вгоном целой ложки в глаз засранцу, когда тот тупой оставил женщин без просмотра. Момент только был напрочь испорчен тем, что его как и многие другие просто уже давно слили в старых промо и нам просто оставалось сидеть и сверять то, что уже видели со свежепоказанным. Кейс номер 4 и это снова Ники Лусьяна и на этот раз эта парочка спасаясь попала в подземный путепровод. Вот только фишка в том, что на другом его конце оказалось буквально море зомби. И вот что мне интересно. А вам не показалось странным, что фактически весь лагерь был охраняем от мертвецов не самой толстой заслонкой, которая не особо и понятно вообще на чем держалась, поскольку недоджонни Депс свалил ее ударив три раза. Момент безусловно эффектный, но остается не очень приятный осадочек. Кейс номер 5 и это соединение семьи. Как мама и сын Кларка оказались снова вместе и если честно весь момент на фоне недавно загнанной ложки в глаз в окружении фактически полуфашистских фанатиков смотрелся странно. Однозначно можно сказать одно, это воссоединение на пользу шоу, потому что когда в прошлом году семья буквально из-за ничего стала разделяться и идти каждой своей дорогой, сериал очень замедлился и мне как зрителю было жутко тяжело удерживать внимание на всех встречаемых на их пути безликих группах. Кейс номер 6 и это возвращение живых мертвецов. Да-да, вы не ослышались, в шоу под названием Бойтесь ходячих мертвецов я очень рад возвращению настоящих зомби, о которых походу вообще забыли в седьмом сезоне основного сериала и давайте будем честными и не особо вспоминали во втором сезоне этого же. В первый раз мы увидели зомби здесь все в той же пресловутой душевой, когда одного из живодеров при помощи Тревиса и Ко удалось скормить недавно обернувшемуся, но самый смак был от разборки Тревиса с кучей ходячих в яме. Вот здесь точно язык не повернется сказать, что создатели поскупились на жестокость и кровище в шоу. Пусть моменты и не были здесь в рапиде и основные разбивания голов были буквально показаны на несколько кадров, но какая же здесь была хайповая динамика. Разбить голову зомби кирпичом и показать это смачно, как только это умеет Грег Никотера. Вроде ничего необычного, но сразу вспоминаются лучшие эпизоды главного сериала, где ходячим так же крошили головы и, например, Дэрил разбивал головешки, закрывая багажник. Давно ли мы видели такой кайф в седьмом сезоне? Очень давно. В двенадцатом худшем эпизоде с тем самым оленем Рик и Мишон фактически игнорировали и даже подшучивали над зомби, давая всем нам понять, что это для них ерунда. А бойтесь, ходячих мертвецов напомнил, что зомби еще очень опасны. И вот уже второй раз за серию мы получаем буквально еще одно полчища мертвецов, заполняющих базу. Поистине классный момент был, когда мудака садиста военного ходячий затащили к себе в канализационную систему. Я не знаю, насколько это правдоподобно, что ходячие пробрались вверх по канализационной в душевую, но этот момент почему-то вообще не хочется ругать. Кроме того, меня буквально заворожила сцена с вылезающими крысами из вентиляции. Это явная отсылка к классическому рассказу Стивена Кинга «Ночная смена» про рабочих ткацкой фабрики, где крысы буквально сожрали кучу людей. Дальше из этих канализаций зомби полезли буквально со всех помещений и база оказалась захвачена. Но только наша храбрая семейка во главе с Мэдисон стала хреначить нежить монтажкой от авто. Момент казался действительно нервным. Также мне понравилось, как Трэвис буквально с дробовиком отстреливал зомби уже из вертолета. Это также явная отсылка шоу к боевикам из 90-х, где мега-крутой парень на последней секунде буквально успевает забраться в самолет или вертолет, чтобы потом еще оттуда порешить десяток или другой злодеев. Кейс номер 7 и это самый главный твист этой премьеры – уход Трэвисом, который с самого начала шоу казался непотопляемым аналогом местного Рика Граймса. Однако же нет, Трэвиса как бы обидно не было, убивает шальная пуля, которая по словам шоураннера Дэйва Эриксона попала ему в живот, а потом вышла через шею. Мне понравилось, что эта смерть была полностью неожиданной. Это не гибель Абрахама или Глена, там шоураннеры раздули грядущую смерть за несколько месяцев до того, как появился эпизод, который в результате привел к тому, что многие фанаты просто либо сами додумались, кто те двое, которые станут жертвой усилий, либо просто сами стали караулить на съемках и вычислять, кто в них участвует. Более того, там сценаристы умышленно оставили раскрытие смертей на вторую половину серии, эксплуатируя страхи зрителей и вполне возможно, чтобы поддержать зрительский интерес повсюду. В результате шоу скорее проиграло, потому что после накала первой серии фантазии на последующие у сценаристов, видимо, не осталось и рейтинги стали лететь вниз. В ЭХМ сценаристы поступили несколько честнее и не стали затягивать смерть главного героя на полгода. Смерть Тревиса на все сто была шоковой. Более того, создатели не стали играть с нервами зрителей и попрощались с ним буквально в начале эпизода, хотя могли начать дешевую игру и дотянуть процесс постепенного умирания Тревиса до финала серии. Такая бесхитростность лично меня подкупает и я даже стал более уважать это шоу. Кроме того, Тревис был убит не самым обычным способом для ходячих. Его никто не кусал, не бил по голове битой и даже не выпускал кишки. Его просто застрелили во время поездки на вертолете, причем даже не целенаправленно его. И оттого его смерть кажется еще трагичней после того, как он только что победил в схватке с кучей зомби и не без его помощи пала целая военная база. По мне это был блестящий шаг для авторов «Бойтесь с ходячих мертвецов» и это определенно окупится в рейтингах. Наконец, восьмой кейс и это еще одна новая локация для нас ранчо семейства Отто во главе с пока кажущимся верхом благоразумия отцом Расселом Оттом. Есть в этом местечке что-то очень плохое и малозаметное на первый взгляд. Первой весточкой этого для меня стала фраза самого Рассела, что они создают здесь новую нацию и если исходить напрямую, для Мэдисон и Алиши как женщин это не означает ничего хорошего. Я уверен, что и опыт и трое на базе были либо по поручению отца, либо при его знании. Не зря вроде как хороший брат Джейк в порыве братских чувств заявил, что они не трогают женщин. Женщины им нужны, вероятно, для продолжения рода. И вот здесь у меня родилась одна мысль насчет группы Отто. Мы в течении истории сериала встречались с самыми различными типами подонков. От банальных бандитов и психопатов до людоедов. Так почему бы не предположить, что сейчас нам представят несколько иной тип злодеев. Возможно сейчас мы имеем дело с очень своеобразным типом расистов. Расистов только не традиционных, не по типу кожи, а например по умению выживать, силе и устойчивости к болезням. Ведь примерно этим и занимался Трой в своей пыточной. Он испытывал мужчин на скорость первоплощения, а здоровых и способных к деторождению женщин отделил в другое более комфортное помещение. Вероятно больных в этом сообществе в принципе не держат, поскольку Лусяну хотели просто убить из-за ранения. Поэтому я считаю потенциально это сообщество будет одним из самых интересных показанных нам за последнее время. С бандой повернутых на идеи возрождения расы мы еще не встречались, как мне кажется. Девятый кейс и это незаслуженно малопоказанный Стрэнд. У Стрэнда внезапно возникает чувство гуманизма и он пускает кучу посторонних в тот самый отель в Мексике, представившись врачом. Мне понравился Стрэнд в этой серии, потому что мы увидели его несколько иную положительную сторону, а не сторону банального труса ради выживания идущего на любые ухищрения. Реально Стрэнда в серии можно было и не показывать. И этот его разговор с женщиной был только ради растягивания хронотража. Хотя возможно Киркман через нее нам хотел сказать, что никакого возрождения цивилизации ждать не стоит. В итоге он сбегает, прихватив подаренный спорткар от женщины. Наконец десятый небольшой кейсик это ранение Лусианы, а точнее то, выживет ли она или нет. И здесь главная проблема, что ее живехонькую нам уже недавно показывали в расширенном промо. То есть есть еще одна интрига напрочь убитая трейлером. Ну и еще немного о Тревисе. По обещаниям шоураннера Дэйва Эриксона, данный сезон будет сосредоточен на конфликте двух противоборствующих группировок по разные стороны границы. Видимо уже сейчас напредставили одну из них, находящуюся в США. В Мексике осталась еще одна группа возглавляемая некой женщиной и по обещаниям Эриксона она очень повлияет на Ника, Алишу и Стрэнда. Виновата ли группировка этой женщины в гибели Тревиса пока не сообщается, но вертолет с ними вероятно пересек границу Мексики, а потому подвергся обстрелам. Ну что ж друзья, это вероятно все, что я хотел сказать о показанной премьере третьего сезона. Мне кажется на данный момент это лучшая премьера за два года Бойтесь Ходячих. Я одна из лучших серий в принципе во всей этой вселенной. Мне понравилось быстрое развитие событий и неоднозначные злодеи со вторым дном. Ну и неожиданная смерть Тревиса действительно сработала. Очень яркий ход по сравнению с основным шоум. Ну а пока что спасибо, что смотрите, ставьте нравочки, подписывайтесь на каналчик и да пребудет с вами сила великого Нигана. Удачи и завтра ждите разбор промо ко второй серии этого сезона. Побойтесь Ходячих мертвецов. Еще раз удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok